Магновение с Алексом Дубасом Вещи, вещи это то, что мы должны использовать, а люди, люди это те, кого мы должны любить. Но ведь, к сожалению, очень часто так бывает, что мы, введенные в заблуждение, любим вещи, а людей используем. Я приветствую в программе «Мгновение» на телеканале «Дождь» автора этих прекрасных слов, удивительного гостя, Родонарха, с вами. Здравствуйте. Добро пожаловать. В 19 лет американец Ричард Славин, не имея ни гроша в кармане, отправился в Европу на поиски смысла жизни. Преодолев автостопом путь длиной в тысячи километров, он добрался до Индии и стал жить как отшельник в гималайских пещерах. Во время путешествия он встретился с йогами, мистиками, святыми, например, с матерью Терезой. Вот вы сейчас можете на своем экране увидеть фотографии с Далай-Ламой. Спустя много лет он принял имя Родонарха с вами и стал духовным наставником в древней традиции в хакте-йоге. Сейчас под его покровительством проводится множество благотворительных программ. Например, в одном Бомбее ежедневно раздается более 250 тысяч порций еды для малоимущих школьников. Цифры убеждают, не правда ли? Четверть миллиона порций ежедневно. Бенедиктов в руководителях Москвы подсчитал, что это больше, чем все благотворительные фонды России вместе взятые. В разных местах Индии открыты бесплатные госпитали строятся школы, духовные общины и центры помощи. К словам нашего гостя прислушивается президент Индии, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Фотография, которую вы можете видеть Барак Обама слева. Барак Обама встречался с нашим гостем, чтобы выразить восхищение по поводу его книги. Вот эта книга сейчас издана на русском языке, она у меня в руках. Называется «Путь домой», где, помимо всего прочего, речь идет о пути к себе. Всем людям, всем простым людям и сильным мира сего мой гость говорит одно и то же. Любовь к Богу живет внутри каждого человека и выражается она через сострадание и желание помочь окружающим. Сейчас начнется беседа. Тем временем вот на экране, которое здесь в нашем студии, будет видео. Вот так, просто бэкграундом, где Родонат с вами выступает в британском парламенте. Это произошло в конце 2011 года. И ему аплодировали лорды. Лорды Палаты общин. И ему мысленно аплодируют сейчас здесь, я в студии. Друзья, вы можете задавать свои вопросы и услышать на них ответы. Телефон мгновений сейчас появится на вашем экране. Мы постараемся принять все ваши звонки. Что касается меня, у меня всего один вопрос к моему гостю. Я его буду задавать на протяжении всех нам отпущенных минут. Я также приветствую госвами, который сегодня с нами любезно согласился выступить в роли переводчика. Здравствуйте. Добрый день. Мой вопрос таков. Почему? Мой вопрос – почему? Зачем мы живем? Почему мы живем? Почему мы живем? Я очень благодарен оказаться вместе с вами сегодня. И этот вопрос, почему мы живем, над ним размышляли философы, духовные лидеры на протяжении веков. Есть очень красивый стих на санскрите «Ананда Майо Бьяшатт». Есть одна вещь, которая объединяет всех. Мы все ищем блаженства, удовольствия. И мы хотим избежать того, что мешает нашему блаженству. Боли. Кто бы ни был, цари, министры, великие ученые – все ищут блаженство, счастье. Почему? Есть разные уровни счастья, равные уровни удовольствия. Есть физический уровень, физическое удовольствие, удовольствие наших чувств. Есть более тонкие удовольствия, престиж, популярность, слава. Но есть только одна вещь, которая может дать удовлетворение душе – это любовь. Любить и ощущать любовь. И до той степени, до которой эта любовь, лишенная эгоизма, корысти, проникает в наше сердце. Это самая фундаментальная потребность каждого живого существа – любить и ощущать любовь. И другие великие ученики на протяжении истории человечества учили нас, что качество или истинная суть этого желания блаженства – отношение любви между душой и высшей душой, Богом. Он является высшим объектом нашей любви, в соответствии с учением Вет, которому я следую. Эта любовь дремлет в сердце каждого живого существа, так как мы духовны по своей природе. Истинное «я» – это не глаза, не нос, не уши. Мы видим через глаза, слышим через уши. Мы думаем своим мозгом. Но кто этот «я», который видит, слышит, нюхает самые изощренные формы образования? Мы никогда не задаем себе вопрос, кто же этот «я», кто «я». Если мы зададим вопрос человеку, кто «ты», человек ответит «я русский», «я американец», «я мужчина», «я женщина». Но это жизненная сила, которая живет внутри нас, истинное «я». И природа этой жизненной силы – любить и ощущать любовь. Именно эта жизненная сила – искра Бога, часть Бога. Есть очень красивая аналогия. Когда капля воды капает из облаков, она прозрачная. Но когда эта капля воды касается земли, она становится загрязненной. Земля, грязь, отделена от воды, от ее природы. Земля лишает воду прозрачности. Но когда мы отфильтровываем эту грязь, то вода возвращается в свое естественное состояние. И истинная духовность – это метод, с помощью которого мы отфильтровываем наше сознание и возвращаем наше сознание в естественное изначальное состояние, избавляем его от грязи, от эгоизма, от зависти, от жадности. И когда мы отфильтровываем сознание таким образом, то естественная любовь, которая находится в нашем сердце, пробуждается снова. Если мы помещаем воду в корень дерева, то вода достигает всех ветвей, листьев, веточек дерева. Точно так же, когда наша любовь обращена к высшей истине, которую мы называем Богом, тогда естественным образом эта вода нашей любви, влага нашей любви достигает всех остальных, всех живых существ, независимо от того, кто они – русские, американцы, мужчины, женщины, африканцы, индусы. Принадлежат они к какой-то одной религии или к другой религии, будь это человек, слон или корова. Любое проявление жизни священное, и есть естественное проявление любви через религию, через духовность. И признаком этой любви, проявлением этой любви является искреннее, бескорыстное сострадание ко всем живым существам. И это даёт наслаждение, которое мы все ищем. И это высшая цель нашей жизни. И это высшая цель, которую мы можем достигнуть. Спасибо. С вами прекрасный ответ. Однако мой вопрос, я обещал его задавать на протяжении всей программы, остаётся. Спасибо, С вами. Это был прекрасный ответ, но моя вопроса еще остается. Я предпочитаю, продолжать задать самую вопрос. Итак, мы научились любить. Допустим. Мы переполнены любовью. Мы сама любовь. Мы – любовь. И что? Зачем? Почему? Зачем нам быть любовью? Что дальше? Why do we have to be love? What is further than this? Духовная любовь – это наша природа. Есть пример, который мне привели в Хималаях, когда я жил там где-то 42 года тому назад. Один риши, или святой, живший в пещере, дал мне этот пример. Есть определенный олень, вид оленя, разновидность оленя. У него есть железа, которая выделяет запах мускуса. Этот запах очень ароматный. Олень чувствует этот запах, и он везде ищет источник этого запаха. Будучи оленем, он преодолевает реки, он пытается найти этот запах, который на самом деле находится внутри у него. Это на самом деле история человеческой жизни. Если мы не можем найти удовлетворение, удовлетворение и счастье внутри, мы никогда не найдем его вне себя, чего бы мы ни достигли, потому что истинная реализация находится внутри нас. Вместо того, чтобы попадать в зависимость от внешних вещей, и когда мы накапливаем все больше и больше внешних вещей, духовность заключается в том, чтобы найти эту суть внутри, испытать ее, и что бы мы ни делали, будь мы политики, инженеры, бизнесмены, христиане, домохозяйки, студенты, или звезды телевидения, или маленькие с вами подобные мне, если мы находим это существенное счастье, которое находится внутри нас, чего бы мы ни делали, мы начинаем выражать эту любовь. Нам не нужны вещи, цивилизованное общество, общество, в котором мы используем вещи и любим людей. Но слишком часто мы пользуемся людьми и любим вещи. Но это никогда не приносит нам реализации внутреннего удовлетворения. Спасибо большое. Буквально через несколько минут мы продолжим наш разговор. А пока от духовного такового условия работы телевидения к материальному. Реклама. Капитализма. Мама.